В этом году Краеведческий музей отметит 200 лет со дня своего основания. И пока главное здание, с которого и началась его история, ожидает реконструкцию, в другом музей продолжает активную работу, сохраняя прошлое по крупицам. Только за последние пять лет музей посетили больше полумиллиона человек. А два века назад сюда приезжал сам Александр Гумбольд, немецкий путешественник, который первый оставил слова благодарности основателям музея Петру Фролову и Фридриху Гебблеру. Для слабого доказательства благодарности, своей за приятные и поучительные часы благоразумнейшего беседования, проводимых им в Барнауле, в доме его пресс-водительства, господина начальника завода. В юбилейный год Краеведческий музей покажет свои самые уникальные экспонаты в ходе многочисленных выставок. И одна из них пройдет в Государственном музее истории Санкт-Петербурга. Так уж получилось, что история Барнаула во многом переплетается с прошлым города на Неве. Мы везем нашу библиотеку Колывана-Воскресенского горного округа, мы везем сибирскую монету, мы везем туда этнографию. В середине года представители Краеведческого музея съездят, еще раз посмотрят залы, чтобы понимать, под какое оборудование какие экспонаты. В юбилейный год у Краеведческого музея появился и новый логотип. Его нанесут на сувенирную продукцию – кепки, футболки и сумки. Эмблема напоминает окна главного здания музея. Этот образ, поэтому всем знаком, понятен и узнаваем. И поэтому часть архитектурного фрагмента мы взяли за основу логотипа, учитывая, что сама архитектоника здесь очень идеально подходит к типографике. То есть, грубо говоря, цифра 200 идеально встает просто в эти окна. А вот в прежнее историческое здание музей в юбилейном году не переедет. Как ранее отмечали чиновники, на его реконструкцию пока так и не нашли подрядчика. Но это уже другая история. Анна Рашигирова, Дмитрий Денисов. День с толком.